Как бы мне сказать по этому дивному вопросу? Маленький нюанс. Есть большое количество танков у меня. Почему играя в танки, это простой вариант. В принципе, в определенном возрасте необходимо во что-то играть. Ну, возраст уже достаточно серьезный, скажем честно. Играть нужно, естественно. Во что играть? Ну, пока танки. Дело в чем, я больше всего люблю летать на самолетах. Еще бы мне в детстве всегда казалось, что может быть, может быть, на моей жизненном пути будет все-таки межзвездные полеты. Как-то мимо кассы я пролетел. То есть за последние 32 года, ну да, 32. С 91-го, если мы будем говорить. За концовки. Кстати, скоро уже начнется. А, уже начался фестиваль. Что это? Уже Советский Союз развалился. Если мы будем говорить по времени. Ничего не поменялось. Мало того, мы сейчас стали летать на западных самолетах. Вместо того, чтобы летать на отечественном, авиационном разнообразии. И мы его все обхерачили, обломали. И как бы вам сказать, ну, говорить о другом составляющем мы почему-то не будем. Другой вариант. Что случилось за эти 32 года? Ничего хорошего не случилось. Мягко так скажу. Однозначно. Ну, вот это дело получилось. То есть мы сейчас имеем возможность, ну, хотя бы во что-то играть. Потому что это делать необходимо. Потому что, потому что если бы не играть, процедура болезни аж геймера бы вылетела. Но давайте все-таки поделимся с нашей темой. С нашей темой наших дивных отношений. В связи с тем, что у нас уже идет второй год как операция. Я вам говорю. Создатели мира танков. Советские танки это еще тот крутой вариант. И если честно. Ни одна из машин современных западных, даже рядышком истит с нашими танками. Ну, не стоит. Вообще, как бы не научились ничего делать. А вы тут начинаете внедрять по самой кривей помидоры. Да, да, да. Вы это внедряете, внедряете, внедряете. Ну, было бы еще хорошо, если бы была такая дивная возможность использовать Ну, такая хорошая штучка. Ранее всем ее использовалось. Почему мы играем в эти танки? Я хотел бы продемонстрировать. Что мне бы, конечно, хотелось сделать то, что должно быть в природе своей. Показывай. Не тороплюсь. Не тороплюсь. Сейчас немножко будет. Вот эта машина была. 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 эта машина была красивая 3 4 4 85 эта машина была можно много чего показать но в принципе если мы будем говорить об отечной технике даже я вам скажу что вот эта машина была вы наверняка не понимаете я покажу что вот эта машина была что это за машина это танк Т-10 ну Т-10 он и был в крови своей и даже вот эта машина была во концовке своей вот эта я ее сделал для Арнольда Шварценагера специально для него сделал Т-62 а большое количество машин которые вы здесь нам показываете их не было в крови своей не даже а может быть они должны были участвовать но их в природе своей не существовало то есть давайте определимся о чем мы сейчас говорим мы говорим о великом событии великое событие оно продолжает и это великое событие показывает нам что наши танки круче всех но здесь не то же самое поверьте мне я просто смеяться уже начинаю а самая дивная ситуация была когда можно было бы использовать вот эти событийности то бишь здесь у нас было что я не понимаю о чем идет речь то есть возможно вы когда-нибудь заработаете бонны ну я заработал дважды бонны естественно купил себе то что проводить не существовало это ладно это уже смех естественно вот а здесь раньше была такая штука под названием чертежи то есть в принципе это было нормально то есть можно было не торопливо все это дело пройти чертежи 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 для того что видите что чертежей уже не стало да то есть это уже вы кому ее передали я не противник кому я передаю я противник того что человеке решили дать бабки заработать мне всегда нравились белорусы тем что как бы ну ну немножко мысль была другая но сегодня и сейчас что получается когда мне говорят что топ в натуре круче некуда я задаю вопрос ну элементарный вопрос покажите мне топовые игры во всем мире английский то есть как бы мне английский говорит что мир танков это вообще как ну такая смаза интересная только российская игра если честно так для того чтобы что-то сделать ну подняться куда-то в связи с тем что вы по полной программе нас колбасанули то есть раньше в принципе можно было бы и на 5 уровне работать причем на 5 уровне ты когда работаешь ты немножко денег больше получаешь но сегодня сейчас даже 5 уровня не существует поэтому сейчас маленький нюанс маленький нюанс чтобы было красиво и ровно то бишь я не думаю что у каждого первого есть такой дивный вариант вот такая машина мс-1 тот самый хороший танк и как бы вам сказать сейчас маленький нюанс расскажу чуть позже естественно так вот на этом мс-1 я уже заработал миллион сто тысяч прикольно да миллион сто тысяч вот этих вот которые не круглые а вот которые там дырявые золото не золото в смысле это звездочки вот я еще буду говорить миллион сто тысяч ну то есть ничем другими не занимался просто решил я не так часто этим делом и занимаюсь ну сделал сделал было красиво но возникает дивный вопрос к создателям то есть если вы нас по полной программе обломали либо вы хотите полностью уничтожить эту игру потому что как сейчас можно было бы что-то зарабатывать когда вы даже чертежи нам не достали это просто смех только зачем вот только зачем что-то делается я так и не понимаю то есть понятное дело что по полной программе если вы сильно сильно захотели бы может быть из разряда количества которое в вас играет и тут возникает дивный вопрос я очень-очень сильно сомневаюсь что в эту игру играют более миллиона человек нет ну нет и все вот так то я про что говорю то есть это событийность для тех кто понимает суть суть в чем заключается и заключалась и заключается и будет заключаться в том что российские танки круче всех однозначно зачем охранять потому что ничего более или менее подходящего в природе своей не существует и даже невзирая на то что тот там воткнул мысль вслух а? не надо нашу страну колбасить господа мои я сторонник советского союза я не совсем сторонник того мероприятия что у нас творится по одной простой причине когда мне говорят что мы должны увеличивать рождаемость у нас отсутствует полностью финансовая составляющая как может пенсионер кого-то родить как может человек получающий 40 тысяч рублей кого-то родить ребятки мысль немножко другая мысль немножко другая во всем настоящем мире уровень заработки ну скажем так чуть чуть выше может быть мы по общей себестоимости наших услуг мы уже типа на пятом месте так на пятом месте давайте платить так же как мы будем работать на пятом месте а? 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 то есть уровень средней заработной платы у людей которые стоят на пятом месте я имею ввиду прометаллогов ну должно быть как минимум наверное 10 тысяч долларов в месяц с учетом того что цены на недвижимость у нас ну так скажем я так бы считаю что они за исключением нескольких мест ну где самый топ они как раз туда и поперлись как можно жить когда на 40 тысяч рублей вы один то если сможете прожить и то хорошо а если ипотека если все остальное как вообще жить у нас самые дорогие не только недвижимость у нас еще самая дорогая техника под названием автомобиль вы не въезжаете въезжаете это не сложно делать даже если мы будем говорить отечество хотя мы в принципе никогда не жили круто ну никогда россияне в смысле никогда СССР не жил круто мы жили так мы жили с удовольствием потому что мы видели будущее а какое будущее сейчас если мы говорим про вот это дело весьма сложное поэтому как бы мне сказать то как бы мне сказать там делиться надо и всем подряд потому что ну невозможно воспитать количество людей которые ничего не сделали и невозможно воспитать количество людей которые уже после этого решили заработать деньги на ком на обыкновенных нас с вами кто иногда любит пострелять но в данном случае мы любим пострелять в World of Tanks в смысле тоже в мир танков но как то все становится сложно сложно и неинтересно я немножко доведу до этого событий чуть-чуть осталось тут и наверное закончу потому что такой такая жизнь каким-то образом вообще не нравится зачем я буду чем-то заниматься внедрять деньги убивать себя ну нужно и другие вещи найти можно никаких проблем не возникает благодаря тому что сейчас у нас есть дивная ситуация в связи с тем что нас обложили ну можно что-то другое взять купленное за бесплатно практически